всем привет друзья с вами варчик в этом видео будет очень интересный гайд просто потому что нету такого гайда на ю тубе по танкам и как нищие вообще как не смотри кучу всяких стримеров там киберспортсменов по картошке и так далее никто такое видео не делал я его не видел не нашел может быть конечно она где-то там спрятана в уголочке но нету такого и так что я хочу рассказать это своего рода такой вот микроконтроль одной такой замечательной вещи давайте начнем вот с чего и итак у нас есть танк любой любой абсолютный танк когда мы на нем играем и заходим в прицел то та камера которая у нас появляется при входе в прицел она у нас где-то находится она у нас находится в танке и находится на нигде попало находится она у нас на нашем орудии в самом начале в основании и таким образом мы можем кое-какие вещи контролировать входя в прицел и так есть у нас танки у которых орудие в башни находится либо низко либо высоко и в целом это всегда посередине башни таким образом входя в прицел моноконтролировать следующие вещи во первых можно контролировать как наш танк по горизонтали спрятан ли или нет если мы входим в прицел и рельеф за которым мы прячемся посередине прицела значит мы спрятаны на половину башни все что ниже у нас не видно значит мы подставляем только вверх башни и лючок если он есть на башне если мы выезжаем из-за поворота то в тот момент когда мы посередине прицела держим угол дома значит что мы скрываем половину танка смотря какой стороной мы выезжаем и тем самым можно контролировать некоторые вещи в плане того чтобы сейвить свой танк вот посмотрите еще одна вещь такая что вы должны чувствовать габариты своего танка и не входя в прицел вот сейчас я краешек гусеницы держу на повороте на одной линии вот враг вот угол дома мое укрытие вот моя гусеница некоторые даже могут ошибиться стрельнуть мне в эту гусеницу как только враг уехал я сразу же выезжаю проверяю никто не приехал еще таким образом я всегда нахожусь на воображаемой линии враг укрытие и мой танк либо так держу эту линию чтобы меня нельзя было пробить либо так держу эту линию чтобы я мог сам смотреть что там происходит это очень нужно все время держать эту линию эта линия может быть от угла дома или от какой-то кучки мусора или из-за рельефа таким образом я все время все контролирую вот вы заметили маленький такой момент я увидел что ты 30 засветился слева на мини карту посмотрел потом зашел в прицел посмотрел из прицела вижу я врага или нет его не видно все за рельефом было значит и я был за рельефом по крайней мере точно все что ниже пушки ниже орудия все спрятано и отъехал назад теперь выезжаю на него он отвлечен я ему накидываю и каждый раз я выезжаю не куда-то там слишком сильно далеко я играю из-за рельефика так чтобы прицел был целиком из-за рельефа и после выстрела я сразу же откатываюсь назад и прицелом проверяю когда я в укрытие когда нет то есть вхожу смотрю если прицел у нас находится камера находится в укрытии вот сейчас я в укрытии может быть чуть-чуть лючок у меня где-то может торчать справа вот но в целом почти весь танк у меня в укрытии поэтому я входя в прицел понимаю что где она начинается мои укрытия где заканчиваются то есть я выезжаю стреляю назад закатываюсь вот сейчас т-30 стрельнул в меня и не пробил он попал как раз таки верхнюю часть башни потому что кроме макушки башни и лючка я ему ничего не показываю чем меньше я ему показываю чем больше мой танк находится в укрытии тем сложнее попасть мало того что ему надо навестись вам нужно все время двигаться двигаться так чтобы лючок по горизонтали вдоль рельефа двигался чтобы чуваку пришлось подвигать мышкой это раз и второе если вы мало показываете танка из-за укрытия таком случае шанс попасть хуже потому что в игре есть вбр и даже если челная ведется правильно то не факт что он попадет потому что практически весь танк у вас за укрытием сейчас накидываем еще и милю в лючок да я ему показываю вот стена вот враг я ему показываю довольно таки много своего танка примерно вот здесь у меня заканчивается укрытие все что справа он не видит левую часть он у меня часто видит он в нее и попадает я как бы иду с ним на размен потому что вижу что ему здесь как-то хреново и размениваю с ним не боясь что нанесет урон также я не забываю все время двигаться наискосок таким образом он один раз у нас попал в усиницу в усиницу попал потому что я езжу вперед назад и он хотел наверное в нлд попасть но что-то пошло не так вот и я в принципе тоже не попал пока стоял на гусле потому что он уже заезжал за укрытие и прицел был не весь на нем потому что укрытие помешало таким образом нужно всегда держать как можно сильнее свой танк в укрытии это укрытие может быть как и над рельефом так и в виде здания от угла работать чтобы проверять этот рельеф нужно входить в прицел и смотреть где он начинается где заканчивается и уже эту воображаемую линию которая строится следующим образом еще раз повторю вы заходите в прицел вот ваша камера которая из основания орудия появляется вот от точки основания орудия строим линию к укрытию и следующая точка должна быть уже враг то есть такая линия вы должны все время на ней работать так чтобы в любой момент можно было спрятаться и в любой момент выехать нанести урон если вы этой линии будете придерживаться то все будет отлично вот эмилю в принципе почти некогда было в меня стрелять потому что я каждый раз сразу нырял за эту линию и ему некуда было стрелять и он уже просто от обиды поехал слился здесь я никакие там линии ничего не разыграл просто выехал уже побыстрее са 3 убил чтобы поехать дальше стреляться уже просто специально разменял хп и сейчас поеду дальше бахаться то есть вы видите насколько эффективно и это очень полезно все время держать эту линию я наверное первых кто объяснил как ее держать потому что никто вообще об этом никогда не говорит я вообще сам это придумал не знаю если такой видос на ютубе сомневаюсь но это самое наверное основное когда играешь в танчики вот сейчас опять я держу эту линию с рельефом который передо мной хоть враг и какой-то там был не очень невзрачный я все равно держу свой танк в укрытие а вдруг кто-то сзади него стрельнет и так далее то есть нужно все время танчик свой держать в безопасности не нужно подставляться и сильно выезжать никуда не надо лишний раз нужно все время беречь свой танк свое хп поскольку хп нам понадобится на протяжении всего боя его нужно разменивать равномерно так чтобы хватило до конца иногда нужно поспешить если вы считаете что куда-то нужно поехать помочь союзникам можно разменять хп чтобы быстрее убить врага и поехать куда-то в более полезное место или наоборот нужно убить врага чтобы самому куда-то убежать потому что на вас куча врагов может приехать в общем иногда хп нужно разменивать но для этого нужно его беречь чтобы было что разменивать а вот как раз таки чтобы беречь хп нужно все время держать свой танк на линии укрытия потому что сразу можно мгновенно буквально за долю секунды спрятаться и быть в укрытии если нам это нужно и в любой момент можно выехать и нанести врагу урон если он отвлекся я много раз говорил типа рассказывал что вот все время нужно наказывать врагов за их ошибки а как грамотно это делать не показывал не рассказывал нужно все время проверять рельефы укрытия и так далее насколько хорошо вы спрятались и все время держать эти укрытия перед собой ваш танк должен быть скрыт тем более еще нужно не просто прятаться еще и с правильной стороны прятаться иногда нужно находить укрытия от нескольких врагов и это тоже можно проверить камерой когда ты прячешься правильно ты спрятался весь танк спрятался или не весь и можно одновременно прятаться и от двух и от трех сторон главное чтобы укрытий хватило вокруг и вот в принципе камерой можно это проверять здесь у нас в принципе бой уже заканчивается и мы сохраненным своим 700 хп настреляли неплохо 4000 играли против девяточек и довольно таки жестко и грозно в городе их отстреливали не давали им продыхнуть они конечно тоже там что-то пытались но я просто и душил выезжал из-за своей линии укрытия дамажил их когда они были отвлечены сразу в нее же прятался назад и вот в принципе такой вот гайдик я надеюсь что он будет вам очень полезен ставьте лайки подписывайтесь репостить этот видосик советуйте его друзьям я надеюсь что мы все будем играть лучше и рандом будет не такой печальный по скилу как сейчас будет больше похож на что-то содержательное сам был варчик играть красиво всем пока и 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 Субтитры сделал DimaTorzok